Перед гиг-сходкой решил сходить на почту, отправить саму себе видак, который я там купил в Новосибирске. Почта меня конкретно так гопнула. У меня до сих пор осталось впечатление, что мне какой-то особо дорогой тариф подсунули. 4 тысячи заплатил за отправку видака. И за сам видак еще две. Дождемся отправки. Странно, кстати, что в Новосибирске, в таком городе-миллионнике, почтовое отделение без тумбочки с этими номерками очереди. Хотя казалось бы, там должно быть лучше, чем в Ленске. Но увы, у них, к сожалению, нет этого. Перед гиг-сходкой, Алекс ХВ решил отвезти нас в магазин пластинок, расположенный в ТЦ Москва. Зашли туда, посмотрели, поглазели на цены. Я, конечно, не ожидал, что такие цены будут. Но не то, чтобы оно не по карману, нет. Просто оно... Пластинка, она должна чуть подешевле стоить, на мой взгляд. Возможно, я ошибаюсь. Ну ладно, не будем об этом. А в чем пластинки? По-разному. Ну, вот грубокровый кино. В чем? Е600. Е600, да. Может, с обходом смотреть, может, там есть. Нету там нету? Нету. Все разобрали? Да, уже там как нету. А цвет у вас не появится? Так. Жалко, там какой-то красный винил пласт. Ну. Вот это, кстати, топ-штука, потому что на совковой пластинке радуга была замена на флаг России. Да? Да. Повщеток? Ну, вот так вот. И вся эта композиция была перерисована вообще. По-моему, может быть, тоже где-то там, если есть. Дальше мы пошли в KFC. А затем мы в кондитерскую кузину зашли. Порисовали. На фишки поглазели. В общем, смотрите сами. Реально на камень похоже. Это кусочек. Как он правильно называется, пластик? Архитектор. 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 По-хорошему, по-другому должен выглядеть. Но... И пощадила его история. Так. А можем часть процесса заснять? Ну, в теории, можно. Ну, мультяшные персонажи, это все, это... Я не знаю, как это описать, но такая вот привязанность к ним, что ли. Я в те же, например, видеоигры. Играю редко в последнее время, но... Максимум пару часов там в неделю, может, даже меньше. Даже меньше, чем я играю. Да. И я недавно наткнулся на VR-чат. Увидел там такие классные модельки фуревые. И вот у меня как раз больничный начался тогда на две недели. И все две недели я там проторщал в этом VR-чате. Практически безвылазно. Что это? Теперь новый аналог Second Life. Только аватарки более приятные, более... Такие... Смотришь и умиляешься. Ну, блин, правильно. Он имеет возможность загружать пользовательские аватары. Ну, это надо еще уметь самому их делать. Или пользоваться услугой кого-то, кто умеет. Например, кого-нибудь с Деви Антарта. Я ни на кого не намекаю, потому что я не умею моделить вообще. Если очень могу похвастаться, это диванчик в CD-Максе. Я тоже не умею. Я пока готовый беру. Когда есть для общего доступа готовые аватарки. Ты берешь там, заходишь там. Те, кто с VR-геймпадом, те даже потескать, обнять могут. Прикольно. Это не просто прикольно, это просто кайфово. Есть рус-фуренция, есть евро-фуренция. В VR-чате сделать виртуал-фуренцию. Прикольно. Они прям точную копию этого отеля берлинского воссоздали в ГАДе. Блин, звучит прикольно. Я потом видеоролик тебе покажу. Там начинается с того, как чувак в фурсюте, в плюшке вот этой, надевает VR-очки. Ну и там падает на кровать. И дальше с следующим кадром, как его персонаж в виртуальном чате, на этой же кровати, только там все виртуальное. Красивые переходы сделать. Как-то мне что-то другое обещали, когда анонсировали виртуальную реальность. Полет фантазии, нереальные локации. Такое тоже есть. А пока все какое-то прозаичное. Не, я-то залез в мир, который виртуальный мир, копия реального. А также там были еще и такие нереальные, там, типа космического пространства, там. Еще какой-то фэнтезийный мир там был с грибами, с какими-то. Наверное, что-то основано на Mushroom Hills, я так предполагаю. Не-не-не, что-то прям совсем покруче. Там как-бы ночи и светящиеся грибы есть еще. О, звучит красиво. И выглядит тоже красиво. competence. Уууу! Пуууу! Куриный скачат тоже. Скинуть это. Угу! Блин, надеюсь, не выглядит так, как будто он его душит. Хотя ладно, Дейлс лис, а лисицы вроде бы любят кроликов. А вороны, как показалось, едят голубей. Да голубей кто только не ест, как черепаха сожрала голубя. Видео о голубях. Надо же, да же так. Цапля тоже. Я просто пока шла до метро, там вороны две голуби раздирали. Жесть. Нет, вороны они частично хищные, так что им это можно. Природа. Да. 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 entes. Кто. Где. Глух. это тоже кайф в детстве то не было такого шикарного доступа к мультанков сейчас ценилась очень высоко особенно мульты по телеку показывать там раз в неделю два раза где записывал на кассеты пересматривал но как-то на какой-то из кассет увидел видеоматериалы по истории создания мультфильма не знай-ка там другие персонажи рисовали там буквально там за пару минут он рисовал и вообще в шоке бы как так за считанные минуты рисовать а то есть до секунды учитывая сколько таких рисунков должен сделать даже если к сети не знаете это было у меня она была в детстве тоже были по-моему это самое ценное что было на той кассете там еще были дискотеки которые на дивиде не вышли на 9 но типа эти караоке и песенки на 9 выходили вот тех дискотек там которые танцевать не ну и перейдем но прикольно не более в то время часто различные фильмы выпускали видеокассеты караоке только уже с мультиками союз мультфильма я с некоторыми мультиками только по и караоке и версиям была знакома и же размученных мне удалось увидеть лишь только в зрелом возрасте и блин почему это хрена всегда проходила мимо меня и рискнула написать пока мучу а куда ты ему пишешь ну пока плачь его лень закручен а ты утром смело получается а вот дату и автора одиннадцатая декабря двадцатый год мне лучше если группа есть можешь ее указать можешь просто них и написать да укажет выказком слышно спасибо для вас то обычный типичный город а для меня это что-то необычное тоже силам красиво да как интересно в детстве кассета доставал и записывал что-то вас городе там то являет кассет кассетам до хрена у вас было но когда менялись я менялся там брат тоже менялся своими знакомых но тогда я так понимаю что во время пика тогда еще все было когда все просто спало то тогда все и пропало наводение еще очень много смыло ну да я помню раз в девяносто восьмом году наводнение было первый этаж затопило наполовину а на нижней полке кассеты были на на кассеты под водой не живут вообще наученный горьким опытом перед вторым наводнением в 2001 году это на самую-самую верхнюю полку убрал кассеты как можно выше затопило аж второй этаж на половину а я на первом жил да да много ценных записи там терялась если я не могу я делаю 5 11 габри гиг сходочка с фишками вот написано бог написано да вот у меня с этой серии были книжки у них была серия фишек это не фишка я знаю бита я же говорю, я в какой-то момент ближе к концу двухтысячных вместе с подружкой мы узнали правила этой игры и я попросила ее раздобыть мне биту чтобы мы вместе играли так мне удалось добыть некоторые редкие фишки например вот эту большинство фишек из читас вы же не думаете, что мне родители бы разрешили столько читас купить я покупал просто пачками а мне не разрешали поэтому все вот эти вот я помню что с Линком общался я говорю, ну вон читас там спонсировали покемонов он говорит, я этих столько чипсов сажрал то я их спонсировал аллергии не было? у него наверное нет а у тебя? иногда в пачках бывало не было кстати фишки а вот мне не разрешали, потому что у меня была аллергическая реакция да, печально иногда мы просто 30 рублей потратили, чтобы 4 пачки купить одну сезди и выбросили что ты даешь? богато жил? ну нет, когда мне была мания, что у меня с Симпсонами много осталось я на самом деле не знаю какие из них ценные, какие не ценные цены и те, которые у тебя чувства вызывают, эмоции тогда это конечно фишки из вот этой серии потому что они прошли со мной детство даже видишь, что печать немного скошена все равно они приятные вспоминания а тут печать немного скошена в сочетании с этими с милыми персонажами это просто что-то офигенное у меня с Нортл Комба-то много было а почему было? ну в смысле сейчас есть тоже хотела это собрать но так и не собрала я помню, что в детском саду у одной девочки была целая куча фишки из этой серии по Симонов интересно сколько она коробок этих купила они дорогие тогда были и вот я прям очень завидела что у нее была куча вот фишек именно вот таких вот а может и тоже кто-то коробку принес как мне? может быть нет, там была коробка в которой по-моему находилась жвачка какая-то еще фигня и одна такая фишка и стоила эта коробка 20 рублей карточка там еще была да, 20 рублей короче дорого было тогда ну еще бы вот поэтому у меня только две фишки из этой серии вообще я помню даже вот эти вот три фишки они же как тмэли они тогда придумали вот этих вот персонаж чтобы повысить продажи не ратипейт был ну и вот сзади у них описание а вот вылечика нашей цели так что это не то что прям приятно вспоминально но просто интересный пример маркетинга ой, прям из опенинга взято вот с одной стороны пластиковые фишки они вот такие вот яркие, сочные а со временем они превращаются вот это ну их просто изъерзали а то и вот это да а то и вообще вот это у меня чермандер такой есть может интересно, мои собственные пластиковые фишки сохранились кроме телекузиков алекс, когда видос будешь выкладывать? делать, творить? у меня есть очень много планов на следующий год только я там начну с одного закончу петь у плана закончили у меня с лафетки если что есть протерем секундочку а вот это точно не из моей коллекции потому что ее попортили мы из опенинга в идеальном состоянии а что это на пластиковых можно помыть? многовато вынуть ага я видосы буду пилить но не совсем вот факт и все постепенно да и правильно больше интриги не все сразу вообще если тебе нужно то так как они дубли могу подарить вот потому что дубли мне не жалко которые я бы взял а вот еще дубли что ли? 95 да вот они ну вот еще можешь взять одну вот у меня два лафта один неровно обрезанный да тоже такой кассет бывал это уже более позднее что-то нет это из 90-х в смысле не из 90-х а из конца 2000-х они были из той самой коробки ну просто тогда уже стали так неровно резать я помню да и тут местами кривая печаль есть у меня где-то есть скривленный хит мончин ну и конечно на плане там этот в баксбане с шампунем с чем он там? свинищем 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 да ну на что я тебе кинул там кстати это на кассете она открывается и там разворот есть еще о как да там баксбане с вином прям так стоит надо будет это для интриги потом оставить а вот это вот доказывает что фишки популярны даже в двухтысячных в конце то что листная братва? да собственно те самые фишки за которые ты мне писал у них дубри нет вообще они все разные я помню как Витя мне перебросил твою фотку я такой а так я уже видел да ну как я говорю ну вот общаемся я вообще рад что вы сошлись что у вас контакт так сказать завязался что как ты привел пример то этого тихушника который с кассетами записал и никому не выдавал их что у нас нет такого что накопили и все у себя держим вот то что мы вышли собрались показали это все очень и очень хорошо посмотрите с хвостом что там с хвостом там не были залебелую штуку ну то есть у них даже нормальных поэрингов не было получается ну типа никто не заметит слушай я тоже на кассеты порой смотрю отуреваю как там обложки резать порой и кривой так значит я могу взять правильно если они дубли то да да это дубли ты мне давала дубли забирай круто спасибо там еще в детстве собор Василия Блаженного был дублем надо полностью выложить видео где у меня еще и сониковские фишки а вот еще оникса одного можешь взять оникс давай возьмем оникса ну это офигенно это просто а вот нашелся кайф родимый наш ага ордос был который из Майла стала да Маджикарп он трансформируется в гордоса эволюционирует тебе подарить? да не не надо у меня хватает мне в ту серию собрать всю которую я хочу господи сколько у меня этих ониксов это уже третий оникс или четвертый ну их везде то могут уже быть очень много вот еще дубли я у себя по-моему все повторки разобрал у меня только пара кассетных повторок есть просто офигенно алекс оператором будешь давай так видно да? да вроде бы открываем шторки вторая еще одна картинка когда были боговые женщины было бы прикольнее кубик Рубика и мы снова имеем эту картинку и она опять раскладывается как трансформер это просто мозг взрывать я не видел раньше такого они тоже из Читов это они так верили в 2 Мадагаскар как так то? это магия ну а напоследок по пути назад решил записать немного новосибирского метро очень уж оно здоровское я боялся помни головами кончались по вашей армии потом не сделай вон 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 не сходил смотрели где правильно да Продолжение следует... 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 Даша, да, выходим? Да. Ведь сколько всего станции метро в Москве, не помнишь? В Москве? Да. Да хренище. Ну, это я тоже знаю. Мы просто сколько. Не считал. Я знаю, что у нас 14 или 13. Я тоже не считал. Там считать-то замучаешься. Как-то они понапиханы. Они там эти станции, знаешь, как будто из баллончика распылены. На рандоме чисто. Смотри, не охренеть. Да. Хорошо, чтобы карта есть, связки вот эти все. Дубль есть сейчас. Маршруты прокладывают. С какой станции куда пересесть. Хочешь, да-да. Да. Да. Мне расскажут, что там такая же паутина. Это станция. Да, так и есть. В Москве очень тяжелся. Их 333. Колько? 333. Это намного больше, чем мы думали. Да. Ну, значит, значит, 550. Да, 3-3. 3-3, как-то, как-то, видит. Да, 1-3. Да, 2-3. КОНОСКИИИ. Да, 2-3. 4-5-5. КОНОСКИИ. КОНОСКИИ.